То, что произошло так, как оно произошло в реальности, этому мы обязаны, ну, можно назвать, первому вмешательству перста судьбы, вот этому замечательному джентльмену, который вы видите на фотографии, который посередине. Вот этот сухощавый джентльмен в бабочке и безупречно сшитом костюме. А это, друзья мои, Эдгард Сен-Жье. И что же делают двое остальных? Они выручают ему секретную, как видите, нет ни публики, ни аплодисментов, ни цветов, а выручают ему медаль высшая гражданская награда Соединенных Штатов того времени, медаль за заслуги, первый иностранец, который был ей награжден. А что ж такого хорошего сделала Эдгард Сен-Жье? Это бельгийский инженер, горный инженер, который поднялся до того, что стал одним из руководителей членов Совета директоров огромной транснациональной компании Union Bignere, которая занималась добычей урановой руды в Конго, тогда это называлось Бельгийская Конго, провинция Катанга. И там была руда фантастически высокого качества. Там оксид урана составлял до 60%, а сейчас работают с рудами где 1%. Фантастически качественная руда и самое на тот момент известное, наиболее разработанное месторождение, там была эта самая руда. В силу перста судьбы или воли Всевышнего, осенью 1939 года этот сам Эдгард Сен-Жье приехал в Лондон к своему товарищу партнеру по Совету директоров. И просто в частной визите, в частном доме люди пили кофе или чай. И вот ему сказали Эдгару, что с ним хочет пообщаться один английский ученый. Появился человек, который сказал, что вот вы заняты чрезвычайно серьезным делом, вы даже не представляете, чем вы заняты. И если ваша руда попадет в руки нацистов, то нас всех ждет ужасная катастрофа. Сказавшую это, он ушел. Ну, Эдгард Сен-Жье, как положено, благородному джентльмену нацистов ненавидел. И поэтому, когда дело дошло до мая 1940 года, наступление немцев на Западе, капитуляция и разгром Бельгии, он задумался, а что же теперь будет-то с нашим бельгийским конгой, с нашей рудой. В Бельгии нету, Бельгия капитулировала. Вот завтра тут появится корабль военный под красным нацистским флагом. Что же мы будем делать? И он по собственной инициативе загрузил всю имеющуюся обогащенную уже руду, 1250 тонн, и отправил ее через Атлантику. Атлантику, которая кишела немецкими подводными лодками без всякого конвоя и сопровождения. Но судьба вмешалась. Корабль дошел благополучно до Нью-Йорка. Выгрузили его, после чего Энгар Сен-Жиэ полтора года ходил по всей Америке, по всему Вашингтону, тыкался во все кабинеты и говорил, ребята, я вот привез вам ирановую руду. А мы говорили, что? А мы не заказывали, а нам не надо. И что ты пристаешь вообще, нам отвлекаешь от работы, у нас тут война. В результате он полтора года ходил по Вашингтону, а в это время Лесли Гровс, генерал стройбата, назначенный уже летом 42-го года руководить атомным проектом, бегал по всей Америке и искал, где бы найти урановую руду. Наконец, мы сказали, что есть такая бельгийская Конга, Катанга, там была фирма Юнион Миньерей, можно найти ее руководителя. Они встретились, как пишет Лесли Гровс, на частной квартире. Джентльмен в весьма энергичных выражениях рассказал Гровсу все, что он думает о ситуации, когда он полтора года упрашивает забрать у него урановую руду. Прямо там, как пишет Гровс в своих воспоминаниях, на первом попавшемся листе бумаги было подписано соглашение, скрепленное, пишет Гровс, в силу отсутствия печати с собой у джентльменов, крепкие рукопожатия. После чего вся эта руда была передана американцам, Сен-Жие подписал соглашение о том, что и дальше вся добыча бельгийского Конга будет передана исключительно только американцам, и поэтому для американского Манхэттенского проекта появилась материальная основа. Продолжение следует...